Добрый вечер, в эфире главный диалог. 22 января в Донской столице стартует ростовский этап эстафеты Олимпийского огня. Донская столица это один из финальных городов в маршруте священного пламени и уже известно, кому выпала честь пронести факел по главным улицам Ростова. Сегодня у нас в гостях, можно сказать, легенда донского спорта, заслуженный мастер спорта по баскетболу, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы и семикратная чемпионка РСФСР Тамара Следенко. Здравствуйте, Тамара Петровна. Для начала огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Ну, раз уж тема программы Олимпийский огонь, хотелось бы узнать, как проходил отбор. Отбор проходил в основном, министерство спорта рекомендовало, отбирало таких людей, которые имеют звание олимпийские, олимпийское звание, чемпиона мира, Европы. И достойные люди, которые у нас заслуживают, которые связаны со спортом, президенты федерации. Так что я считаю, что очень серьезно подошли руководители министерства спорта и выбрали достойных людей. Лично для вас, какое значение имеет участие в этой студии? Я вам хочу сказать, что для меня это вообще очень приятное было сообщение, что я несу факел, факелоносец. Это очень почетно, очень почетно. И спасибо всем моим руководителям спортивным, что до сих пор оценивают мои спортивные достижения вот такими предложениями, как внести факел огня. Уже известно, как будет проходить эстафета или еще все в секретах? Еще, правда, неизвестно, но то, что мы будем идти каждый факелоносец, проходить определенный этап, этап по 300 метров, по 250 метров. Но конкретно, конкретно, это уже будет нам известно после новогодних праздников. Нас соберут и определят, и скажут, как мы должны идти, как мы себя должны вести. Но по документам, которые каждому факелоносцу были вручены, мы уже знакомы с этим, что какая дисциплина должна быть, чтобы не сорвать, потому что это очень почетное мероприятие, которое мы должны, вот именно наша Ростовская область должна показать с самой лучшей стороны. Вот уже известно, кому еще выпало такое право из наших спортсменов? Ну, и просто я знаю, что, во-первых, факел будет нести вот очень у нас почетный президент, это Горин. Факел будет нести. В принципе, я еще не знаю, почему, потому что нам персонально каждому давали документы. Но просто мы общались на последнем совещании. Ригерт будет тоже нести факел, потому что это наш знаменитый штангист. Вот этих людей я уже с ними общалась. Ну и, конечно, Самургашев, Ватаренса, это, безусловно, он наше достояние борцовское в нашей области. Вот это я примерно знаю столько людей. Если немного отвлечься от грядущей Олимпиады, вот на ваш взгляд, чего сегодня не хватает донскому спорту? Нашему спорту, по крайней мере, я четко могу сказать про баскетбол, что у нас нет спортивного баскет-хола, зала, где у нас очень много, во-первых, способных ребят, которые заканчивают седьмую детскую спортивную школу, выпуск идет, и они просто растворяются. Тренироваться негде. Значит, в этом плане у нас была беседа с Василием Юрьевичем, с губернатором, и я ему просто даже на этом кругу и столб был, и я сказала, я говорю, ну, для такого, сколько я в Ростове живу, не было построено ни одного спортивного зала. Те залы, которые у нас были, трудовые резервы, Динамо, дом физкультуры, вот эти залы маленькие, эти залы уже давно у нас отобрали, отобрали. И они, где выставка, где какие-то там мероприятия такие, и, конечно, нашему такому региону, как Ростовская область, тем более очень одаренные дети у нас, очень одаренные. Я по школам часто выступаю, бываю у них на соревнованиях, и просто им негде даже тренироваться, просто негде. А вот в плане кадров, в плане, есть ли потенциал, да? Ну, дело в том, что сейчас кадры, в принципе, должны проходить дополнительно. С кадрами у нас тоже тяжело, но раньше как-то кадры, выезжали тренеры на семинары, какие-то вот были такие мероприятия по всему Союзу. Это очень много, помощь была большая. Сейчас же, вы знаете, что все на бюджетных деньгах сидят, так что тяжело очень ездить, конечно. И, конечно, вот этих учебы, учебы, и как бы перенимать опыт у других, нет возможности. И правильно говорить, что есть разница, можно быть хорошим игроком, но не иметь навыков тренерской работы? Безусловно. Не всякий игрок хороший может быть хорошим тренером. Почему? Потому что, вы знаете, ведь вот в мою бытность, когда у нас же были очень хорошие тренера, заслуженный тренер СССР Рыз Арнольд Александрович, Швам был. А Швам вообще американец. И, вы знаете, он преподносил нам, заставлял каждого игрока даже думать, как нужно. И многие, в смысле, уже заканчивая игры, уже переходя на трудовую деятельность, вот это воспользовались этой учебой от таких тренеров. Но сейчас, конечно, в этом дефицит у нас, просто дефицит. Ну и в завершение беседы нашей хотелось бы, может быть, есть ли какие-то рекомендации нашим начинающим спортсменам? Вот, может быть, какой-то секрет успеха? Ну, секрет успеха в трудолюбии по отношению к данному виду, которого спортсмен выбрал. Мы же тоже не особые были, тоже были школьниками, но трудились, стремились, ставили цель, ставили цель, чтобы попасть в свою хорошую команду, завоевать звание мастера спорта. Это было очень ценно, мы этим дорожили. И поэтому я хочу пожелать нашим одаренным ребятам, у нас много одаренных, молодежи, девочки, мальчики, я хочу им пожелать, чтобы у них было трудолюбие и чтобы не исчезало чувство достоинства, вот знаете, как за свою страну, за свой регион. Потому что я, например, очень прославляла и гордилась Ростовской областью. И говорила, что это самый лучший регион в России. Вот меня очень много приглашали в другие регионы, но я сказала нет. И поэтому, чтобы вот это чувство ответственности, как бы желание прославить свою Родину, я хочу пожелать нашей молодежи. Ну что ж, мне остается только поблагодарить вас за информацию, за столь подробный ответ. Еще раз огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Приходите за нас болеть, когда мы будем нести факел. Обязательно. Спасибо. А я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин